Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. Добро пожаловать на передачу «Фестиваль Манны», я Перри Стоун, ведущий этой передачи. Я нахожусь в Назарете, прямо за мной старый город. Здесь также находится церковь, на месте которой ангел Гавриил сказал Марии, что она родит Иисуса, Сына Божьего и Спасителя мира. Вы должны быть очень внимательны сегодня, потому что это послание отличается от большинства наших посланий. Я буду говорить на тему, которую мне сегодня открыл Дух Святой. Она называется «Вид с Назарета на Армагеддон». Вид с Назарета на Армагеддон. Во-первых, я хочу поговорить о том, почему Мария с Иосифом должны были прийти в Назарет, чтобы жить здесь. Во-первых, они были отсюда. Ангел Гавриил пришел в Назарет, чтобы сказать Марии, что она родит ребенка благодаря силе Духа Святого. В те дни Назарет был очень маленьким городком. Он был настолько маленьким, что Нафанаил спросил из Назарета, «Может ли быть что доброе?» Один из гидов сказал мне, что здесь жило от 15 до 30 семей. Синагога была очень маленькой, все знали друг друга. Иосифа называют плотником. Для нас плотник — это человек, который работает с деревом и гвоздями. Но вполне возможно, что он был каменщиком. Все потому, что даже сейчас здесь много карьеров, в которых добывают камень. Итак, именно здесь жил Иисус. Я хочу, чтобы мы вернулись к истории. Мы должны быть внимательны, потому что есть детали, о которых многие могут и не знать. Когда Христос родился в Вифлееме, к нему пришли пастухи. Но Библия говорит, что мудрецы пришли в дом. И когда они обхитрили Ирода, не сказав, где родился царь, младенец, Ирод отдал приказ убить младенцев в Вифлееме до двух лет. Некоторые считают, что такое ограничение по возрасту связано с тем, что мудрецы пришли не в то же время, что и пастухи. Пастухи видели его в яслях. Мудрецы же, как говорит Библия, видели его в доме. Они жили в доме в Вифлееме. Из Вифлеема они ушли в Египет. Тогда Иисусу было от года до полутора лет. Вот почему Ирод убил всех младенцев до двух лет. Так считают некоторые богословы. Эта история весьма интересна. Похоже, что Мария и Иосиф собирались жить в Вифлееме. Но почему? Почему? Вифлеем был городом царя Давида, а Мария и Иосиф были из рода Давида. Мессия, согласно пророчествам Ветхого Завета, должен был родиться из род Давида. Мария и Иосиф были из этого рода. И когда настало время переписи при Кесаре Августе, они вернулись в свой родной город, чтобы пройти перепись и заплатить налоги вместе, откуда они были родом, в Вифлееме. Когда Иосиф получил предупреждение во сне о том, что Ирод хочет убить ребенка, то он вместе с Марией и младенцем ушел в Египет и пробыл там некоторое время. Интересно, что мудрецы дали золото, ладан и смирну. Все эти вещи были очень дороги, а особенно золото. Этого должно было хватить на путь в Египет и назад, а также на жизнь в Египте на протяжении некоторого времени. Интересно, что Бог обеспечил их заранее, чтобы все прошло гладко. Давайте посмотрим дальше. Когда они уходили из Египта, то они хотели вернуться в город Давида, в Вифлеем, чтобы жить там. Но вместо того, чтобы вернуться в Вифлеем, им сказали вернуться в Галилею, в Назарет. И вот в чем вопрос, который связан с историей. Почему Господь хотел, чтобы Христос пришел жить в Назарет? Вот. Пророк Исаия называет эту местность Галилея языческая. Галилея не была еврейской. Но вот почему она называется Галилея языческая. Она состоит из двух частей. Есть нижняя Галилея, где находится Галилейское море. Вода там на 400 футов ниже уровня моря. А также Галилея верхняя, или Кан галилейская. Там Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Тут же находится и Назарет, в котором мы сейчас находимся. Не забывайте, что Назарет не был таким. Это было маленькое исселение, главной достопримечательностью которого был колодец. Путешественникам приходилось немного сходить с пути, чтобы набрать там воды. Это была единственная ценность здесь. Сегодня у нас последний день с нашими партнерами в Туре здесь, по Святой Земле. И сегодня утром я увидел нечто. Я осознал, что за 44 года учения я никогда не видел этого. Библия в Евангелии от Луки говорит, что Иисус произнес где-то здесь свою первую проповедь. Она записана в Евангелии от Луки, 4 главе. И название этой проповеди он взял из Исаии. Помните, пророк Исаия сказал, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И это было где-то здесь. Иисус будет проповедовать об этом в 30 лет. Мы узнаем от Луки, что в этом возрасте он крестился. И после крещения он вернулся в Назарет. А это несколько дней пути от Иордана. Он заходит в синагогу на Шаббат и учит этому, потому что его попросили, как местного воспитанника, прочитать место из Писания. Они всегда читали из Торы, Пятикнижия и из Пророков. И он читает из Пророков книгу Исаии. А затем он говорит в Евангелии от Луки 4 главе 18 стихе, «Ныне исполнилось Писание Сие, слышанное вами». Они так разозлились, что схватили его и хотели сбросить со скалы, на которой стоял город. Если посмотреть на старый город, то мы увидим несколько скал. Они есть тут и гораздо выше. Кроме того, передо мной находится Прицепус. Сюда ездят все туристические автобусы, чтобы показать вид на всю местность. И вот теперь я хочу остановиться и вернуться к детству Иисуса. Господь привел Иисуса именно сюда. Бог Отец привел Иисуса в Назарет, и вот почему пророк Исаия говорит. «Свет язычникам придет из Галилеи». Христос не мог пойти в Вифлеем, чтобы жить там и исполнить пророчества. Он должен был прийти сюда, чтобы сделать это. Мы не знаем, сколько ему было тогда, когда они вернулись из Египта. Ему могло быть три или четыре года. Но давайте предположим, что ему было четыре года. Если он начал служение в 30, то это значит, что на протяжении 26 лет он жил в этом городке. Он был послушан Иосифу и своей матери Марии. А в 30 лет он пошел на служение. Вы не видите этого отсюда, но если вы поедете на так называемый Прицепус, я представлю, словно стою на Прицепусе Мазарета. Так вот, смотрите. Если я повернусь в ином направлении, то я увижу гору Кармел. Я увижу гору, на которой пророк Илья свел огонь на пророков Ваала. Я увижу долину, в которой течет ручей. Это ручей Кишон, у которого Илья убил лжепророков Ваала. Он отрубил им головы. Если я посмотрю в другом направлении, мы говорим о горе Кармел, а в этом направлении я увижу гору Фавор. Именно эту гору традиция считает местом преображения Христа. Здесь Иисус где-то в 32-м, 33-м году пережил встречу с пророком Моисеем и пророком Ильей. Матфей и несколько других авторов Евангелии называют это событие преображением. К нему пришли Моисей и Илья. А теперь будьте внимательны. Именно в этой местности к нему приходит Илья. Недалеко от этого места находилась деревня Самария. Здесь же Илья сводил огонь с небес. А теперь Моисей и Илья общаются со Христом по поводу его смерти в Иерусалиме. В переводе короля Иакова сказано, что они говорили о его смерти. И вот тот момент, который привлек мое внимание сегодня утром. Как я уже говорил, я получил это слово сегодня утром, когда ехал с партнерами. Вот смотрите, если спуститься к основанию горы, на которой я стою сейчас, то знаете, где вы окажетесь? Надеюсь, вы готовы? Вы окажетесь на краю Израильской долины, которая также известна как Долина Армагеддона. Мегидо был большим холмом, на котором строили города. Царь Соломон построил там большой центр для колесниц, где стояли лошади и колесницы. Это интересно. Израильская долина — это ветхозаветное название, которое означает «Бог сеет». Но Израильская долина также называется «Долиной Мегидо», которая в Откровении 16 главе, 16 стихе, называется Армагеддоном или Хармагеддон. И прямо с края Назарета начинается место, где будет происходить финальная битва. Битва всех битв. Пророк Захария сказал, что все народы выступят против Иерусалима. И когда армии мира соберутся в этой долине, ее площадь, к слову, 200 миль, она абсолютно плоская. Сейчас здесь фермы, там также есть и военные базы, но я не буду их трогать. Здесь произойдет главная битва времен. И во время нее, как говорит книга Откровения, Христос вернется. Откровение 19 глава говорит, что он будет на белом коне, потому что он вернется, как царь царей и Господь господ. Он победит армии мира в долине Мегидо, прямо на краю своего родного города. И вот что я хочу донести до вас. Когда я увидел это сегодня утром, то очень обрадовался. Мы предполагаем, что с пяти до тридцати лет, Иисус, когда он поделился здесь первым и последним посланием, Библия говорит, что он не мог сотворить чудеса в Назарете из-за их неверия. Он мог встать утром, будучи еще мальчиком. Солнце светило прямо ему в глаза. Оно также и сейчас передо мной. Оно поднимается в этом направлении. Он мог посмотреть на долину, в которую он однажды вернется, как царь, и установит свое царство. И все это он видел, еще будучи мальчиком в Назарете. И кто-то скажет, как он мог знать об этом. Он знал об этом, потому что об этом говорил пророк в Ветхом Завете. Он знал Тору, Пятикнижие. Он знал пророков. В книге Иоиля говорится, что в Кедронской долине Бог будет судить все народы. А у Захарии в 14 главе сказано, что ноги Господа станут в Иерусалиме, и гора расколется. У Иезекииля говорится о том, что Давид однажды вернется и станет мэром Иерусалима, а Господь будет царем Израиля. И все народы будут приходить на праздник кущий и поклоняться Господу. Есть много предсказаний в Псалмах, у Исаии, у Захарии, которые рассказывают о будущем. И все они связаны с тем моментом, когда Мессия вернется в Израиль. Я основываюсь на пророчествах. Конечно, я христианин, служитель, проповедник в четвертом поколении. Но я базируюсь на том, что я исследовал. Я изучал Тору и пророков, а также Новый Завет, чтобы свести все воедино и показать это вам. И это удивительно. Смотрите, мы вернемся назад. Мы не будем лезть в будущее. Итак, Иисус проповедует в Назарете, когда Ему было 30 лет. Толпа собирается сбросить Его со скалы. Если бы они сбросили Его с этой скалы, то Его тело упало бы, и Он умер бы на краю Армагеддона. А это означает, что Он умер бы на краю долины, в которую должен был бы вернуться и связать сатану на одну тысячу лет. Я не знаю, что именно знает сатана. Мне кажется, что Он знает весьма много. Мы знаем, что Он цитирует Библию, потому что Он цитировал 90-й Псалом, когда искушал Иисуса, в Евангелии от Матфея 4-й главе и в Евангелии от Луки 4-й главе, когда Иисус проходил через 40 дней искушания. Это есть в Библии. Ангелам своим заповедуют о тебе. Вот что сатана цитировал Иисусу. Но вот что я хочу сказать вам. Исайя говорит, что враг будет повержен. Книга Иезекииля, 28-я глава, дает нам слово об этом. Иисус говорит, что видел, как сатана пал с небес, подобно молнии. И хоть апокалипсис, в котором предсказывается, что сатана будет заперт в бездне, еще не был написан, Иисус, который говорил, что был до Авраама, который существовал с отцом в начале времен, знал исход того, что случится. Он должен был знать, ведь он был Богом-человеком. Вот смотрите, враг говорит, если я буду сброшен в бездну, буду побежден, потому что есть местописания, которые говорят об этом. Если сатана знает, что он обречен, и что последняя битва будет здесь, то тем более интересно будущее. Он говорит, «Я убью Иисуса там, где он победит меня. Я возьму над ним верх и не позволю ему победить меня в той долине, в которую он должен прийти в последнее время. Я помешаю ему сделать это, но ему это не удалось». Библия говорит, что когда они попытались сбросить его, он прошел мимо них. Бог уберег его от смерти. И вот что интересно. Вспомните, пожалуйста, Вифлеем, в котором он родился, и Назарет, в котором он жил. Вифлеем находится в восьми милях от Иерусалима. Назарет находится на горе возле Армагеддона. Вифлеем находится в восьми милях от Иерусалима по прямой, а на краю гор Назарета начинается Армагеддон. Почему это важно? Если мы откроем пророчество и посмотрим на порядок битвы при возвращении Мессии, мы увидим, что согласно Откровению 19 главе, его одежда будет окроплена кровью. Это связано с 61 главой Исаии, где сказано, что Господь придет на битву. Затем в Библии сказано, что когда Господь вернется, то сначала спасет Иуду. А в Откровении 19 главе мы видим третью фазу битвы. Он придет с армиями небесными в Армагеддон. А финальная фаза битвы Он покидает Армагеддон, победив все армии. Там говорится, что кровь будет по уздечку лошади. Это говорит о том, что тела будут складывать одно на другое в долине Преама передо мной. А после этого Он придет в Иерусалим и ступит на гору Елеонскую. И когда это случится, то придет ангел с ключом и свяжет сатанов бездне Абусосе на греческом, вместе под землей, на одну тысячу лет. Но почему сказано, что Он сперва спасет шатры Иуды? Все потому, что Вифлеем относится к колену Иуды. Мессия тоже из колена Иуды, из линии Давида. Иными словами, Он вернется к племени, которая любит и спасет иудеев от полного уничтожения в Иудее. А что будет дальше? Он придет к Армагеддону и победит армию прямо на краю той местности, где находился его родной город. Вы знаете, что я родился в Парсенсе, западная Вирджиния. Я люблю жителей этого штата, как и всех остальных людей в мире. Но я также рос в Биг Стоунгапе, в Вирджинии. И у меня остались чудесные воспоминания об этом месте. Иисус родился в Вифлееме, но жил Он в Назарете. Он любит оба эти места. Возможно, как и все остальные места возле Иерусалима. И что Он сделает, когда вернется? Он придет в места, которые особенно для Него. Туда, где Он родился, в город Давидов. Он спасет и Иерусалим, и Иудеев от уничтожения. Он победит в битве за Армагеддон. И каждый день, когда Он вставал, увидел долину, в которую однажды вернется, Он знал, «Однажды Я вернусь сюда, чтобы победить армию мира и стать царем». Когда Сатана искушал Его, побуждая поклониться Ему, говоря, «Если поклонишься Мне, Я сделаю тебя царем», Иисус мог сказать Сатане, «Ты не понимаешь, Я еще не принял венец, но Я уже царь». А когда люди пытались сделать Его царем, как говорят Евангелия, Он отверг их стремление, сказав, «Еще не пришло мое время, чтобы быть царем». Он знал, что две тысячи лет Он должен быть с первосвященником на небе, в небесном храме, чтобы, когда люди согрешают на земле, иудеи или язычники, черные или белые, бедные или богатые, они все могли бы прийти к Богу и сказать, «Отче, во имя твоего Сына Иисуса Христа, который умер и воскрес из мертвых, я прихожу к тебе, чтобы попросить прощения грехов». И Бог услышит вас. Ветхом Завице для этого нужно было приносить жертву в храме, но теперь храма нет. Вот как вы можете получить прощение грехов. Он знал, что сейчас Он священник, но однажды Он станет царем. Именно к этому все и идет, к Его царству. Библия говорит в послании к евреям, что Он царь и священник по чину Мелхиседека. Мелхиседек был царем Салема, Иерусалима и первым священником Бога Всевышнего. Иисус не священник по чину Аарона. Павел говорит, что Он священник по чину Мелхиседека. Сейчас Он священник, но однажды Он станет царем. И все это началось с Назарета. Надеюсь, вы приняли это слово и понимаете, что для верующих лучшее еще впереди. Да, будут и трудные времена, но в итоге Бог победит. Спасибо, что были с нами. Не переключайте канал, потому что у меня есть новое предложение с новыми учениями. Наши специальные предложения очень важны. Сейчас книга Откровения или Апокалипсисом интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге Откровения? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это — да. У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги Откровения от первой главы и до Аминь 22 главы. Вот название некоторых DVD. Код Апокалипсиса и Небесный Храм, Небесный Тронный Зал, Священство и Начало Скорби, Два Свидетеля, Бема, Дракон и Царство Зверя, вот еще один Исламский Антихрист, Лже Пророк и Империя Зверя. Еще один DVD называется Загадочная Метка Три Шестерки, Загадочная Женщина и Тайна Вавилон. Вот чудесный диск, Тысячелетний Код, Тысячелет Правления Христа Царя. Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили Код Апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Здравствуйте, меня зовут Аманда Стоун. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрели этот выпуск фестиваля Манны. Надеюсь, что это послание благословило и ободрило вас, а также укрепило вхождение с Господом. Я хочу напомнить вам о предложении, которое вы только что видели. Мы предлагаем вам курс по книге Откровения. Это масштабный курс по этой книге. Это чудесный ресурс для того, чтобы лучше понять Слово Божье в хождении с ним. Вы можете заказать его как для себя, так и для своих родных или друзей. Это чудесный подарок, который поможет вам лучше понять Слово Божье. Я также хочу сказать вам, что папа поедет в Израиль в ноябре. Это удивительное путешествие. Я ездила с ним несколько раз. Нет ничего лучше того, чем находиться в месте, где происходили все те истории, о которых мы читаем в Библии. Я ходила там, где ходил Иисус и видела то, о чем слышала всю свою жизнь. Я советую вам зайти на наш сайт и узнать больше об этой поездке, чтобы поехать с нами. Это изменит ваши отношения с Господом и то, как вы читаете Библию. Прежде чем закончить, я хочу поделиться с вами местом Писания. Мы слышали его много раз, но оно не теряет свои силы. Это слова Иисуса, сказанные ученикам в Евангелии от Иоанна в 13 главе, 35 стих. Он говорит, «Заповедь новую даю вам долюбите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я хочу, чтобы сегодня все мы вспомнили о том, что эта заповедь была дана не только для учеников тогда. Эта заповедь актуальна для церкви и тела Христова сегодня. Иисус сказал, что величайшая заповедь звучит так. «Люби Господа Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя». Любовь это сильная вещь, и благодаря нашей любви к окружающим люди поймут, что мы его ученики. Наш мир нуждается в любви и свете. Я молюсь о том, чтобы мы церковь тела Христова любили так, чтобы тьма и мир не затмевали нашу любовь, и она осветила в этом мире. Вот почему я хочу ободрить вас и сказать вам, где бы вы ни были и что бы вы ни делали, в магазине, в дороге, в ресторан, любите тех, кто окружает вас. Делайте им добро, чтобы они знали, что мы последователи Иисуса. Я верю, что наше проявление любви либо побудет людей больше познавать Господа, либо отвернет их от Него. Я видела, как многие люди отворачивались от Бога из-за того, что христиане не представляли сердце Отца. Я призываю вас любить по-настоящему, как их любит Иисус, быть руками и ногами Иисуса в нашем мире. Надеюсь, что сегодняшнее учение ободрило вас. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас и вашу семью. Знайте, Господь с вами, Он за вас, Он борется за вас. Спасибо, что были с нами. Будьте обильно благословенны. Перри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Продолжение следует...